Часто ли вы ходите к врачам? Когда в последний раз задавали анализы? Затрудняетесь ответить? Многие из нас, к сожалению, задумываются о своем здоровье, когда нужно уже срочно лечить, и методы профилактики становятся бесполезными. Сегодня мы поговорим с вами о диспансеризации. Это тема нашего эфира в студии Татьяны Брылова. Здравствуйте! И в гостях нашей студии сегодня Виктор Петрович Шашков, главный врач Видновской клинической районной больницы. Немножко слова перепутала. Здравствуйте! Добрый вечер, Татьяна! Я права была, когда сказала, что люди забывают о профилактических мерах, правда? И поздно вспоминают о том, что нужно, может быть, где-то было сходить к врачу заранее, может быть, когда еще не нужно каких-то радикальных мер принимать. То есть вы за профилактику? Ну, к сожалению, наверное, вынужден констатировать, что вы правы. Но это, наверное, свойственно человеческой личности вообще. В последнюю очередь вспоминать о своем состоянии здоровья, о себе любимом, как говорят. Ну, наверное, это связано прежде всего с тем ритмом жизни, который сегодня, наверное, диктует наши поведенческие реакции в обществе. И повторюсь, что это к сожалению, потому что наши великие выдающиеся умы, наши столпы медицины, наверное, имена, которые знают все наше население, такие корифеи, как господин Пирогов, великий хирург, и господин Мудров, великий наш терапевт, они говорили, что будущее принадлежит медицине предупредительной или профилактической. И Мудров говорил, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Но, к сожалению, так сформировалось, наверное, наше общество и государственное здравоохранение в целом, в нашей стране, которое, наверное, в свое время, будучи абсолютно бесплатным, сформировало некое такое потребительское отношение как к государству, к неким обязательствам государства в плане организации охраны здоровья населения, когда человек, по сути, не заботился сам о своем здоровье, не думая о том, профилактировать ли его каким-то образом, предупреждать и что с ним будет. Всем всегда, как бы, с молоком матери всегда было ясно и понятно, что можно набрать 0,3, прийти в поликлинику, и все всегда будет хорошо. Виктор Петрович, а что такое профилактика? Ведь, если, например, человек не чувствует никаких симптомов, даже малейших, он не знает, что ему профилактировать-то? Профилактика, вот если мы придадим некую научность этому термину, то вообще профилактика — это комплекс мероприятий. И у нас даже в законе о здравоохранении один из принципов здравоохранения обязательно звучит, и он главным считается принципом — это профилактическая направленность здравоохранения. То есть мы должны быть сосредоточены на, что мы должны, вот ваш вопрос, что мы должны, мы должны предупреждать именно, ведь болезнь не появляется совершенно случайно, она складывается из определенных факторов риска. Мы же, наверное, никогда не заболеем, если мы не будем простужаться, возьмем самое элементарное. Мы никогда не заболеем желудочно-кишечным заболеванием, язвой, желудкой или чем-то еще, если мы не будем нарушать диету. Мы никогда не будем болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, опять же, если у нас будет нормальная диета, не будет стрессов, не будет гиподинамии и так далее. То есть и профилактика, и любые меры профилактики, они как раз направлены на то, чтобы сокращать количество этих факторов, чтобы вот эти факторы риска, которые нас всегда окружают в нашей повседневной среде, они не превращались в конкретное заболевание. То есть, по сути, профилактика — это введение здорового образа жизни? — В том числе, в том числе, абсолютно. Потому что профилактика, если мы говорим о некой научности, она бывает и социальная профилактика, она бывает медицинская профилактика, она бывает профилактика первичная, вторичная, кто-то даже говорит о третичной профилактике. Поэтому, если мы говорим о медицинской профилактике конкретно, то сразу всплывает у любого человека элементарная типичная вакцинация. Мы хотим предупредить, у нас недавно еще даже вторая волна небольшая идет, эпидемия гриппа. Для того, чтобы не было такой распространенности этого заболевания, мы вакцинируемся. Это медицинская первичная профилактика, которая направлена против конкретного заболевания. Мы привелись к определенным штаммам и у нас не будет заболевания по этому направлению. Но у нас же есть профилактика, кроме медицинской, еще и общественная. Этим занимается не только здравоохранение, поэтому и научное определение это комплекс мероприятий. Этим занимается и образование, этим занимается физическая культура, этим занимается культура. Потому что мы говорим и о культуре приема пищи, о культуре здорового образа жизни. Мы говорим о воспитательных моментах в педагогической нашей практике. Поэтому все это, весь этот комплекс мероприятий должен дать и сформировать направленность предупреждения заболевания и сохранения здоровья. Потому что мы говорим о здоровье как о категории не просто личностной, мы говорим о категории социально-экономической. Почему заболевание легче предупредить, чем лечить? Ну это даже просто гораздо дешевле. Потому что если мы не простой пример такой, но он очень наглядный и явный. К примеру, самое распространенное и самое тяжелое заболевание в плане социально-экономической категории – это сердечно-сосудистые заболевания. Это гипертоническая болезнь, инфаркт и миокарда. И если мы это предупредим, проводя определенные мероприятия, то мы не доведем до высоких технологий, которые становятся очень дорогими. Такие как стентирование, ангиографические исследования или операции на открытом сердце, которые стоят сотни тысяч рублей. А когда можно делать это элементарно диетой, своей физической активностью, вовремя сходить и проконтролироваться, сдать анализы. То есть и контролировать это. Ну, конечно, например, те же вирусные инфекции гораздо не то, что легче предупредить, а это вот кратковременно. Например, начался сезон или перед сезоном, прививочку сделал, во время сезона как-то ведешь здоровый образ жизни, и, может быть, ты легче перенесешь, либо вообще не заболеешь. А ведь если сердечно-сосудистые заболевания брать, так это же всю жизнь надо готовиться к тому, чтобы не заболеть. А если взять в масштабах страны, представляете? Но вы в молодости, мы вообще не думаем об этом, правда? Мы же не думаем о том, что в 50 лет у нас вдруг что-то с сердцем может случиться. Повторюсь то, что, к сожалению, да. Диспансеризация — это тоже метод профилактики. Что это такое вообще? Главная идея. Дело в том, что я вот, прежде чем вы ответите на этот вопрос, я вопрос задам от нашей телезрительницы Натальи Петровны Даниловой. Звучит так. Осенью прошлого года всем коллективам прошли диспансеризацию. Заполнила анкету, обошла всех врачей, которых указал терапевт. Сдала анализы и прошла обследование. Вроде все удовлетворительно. Но у меня есть проблемы со здоровьем. Правда, в анкете вопросов, в которых можно было бы отразить свои проблемы, я не нашла. Для чего нужна диспансеризация? Может, я что-то не понимаю? Вот тогда о чем же мы начали говорить? То есть идея диспансеризации, ее главный смысл? Вообще, начну с того, что я очень сильно удивлен, что в перечне вопросов она не смогла найти именно тех вопросов, которые связаны с ее состоянием. К сожалению, не сказала. Я ее спросила, что конкретно. Я действительно удивлен, потому что анкета, я такой анкеты, когда готовился приказ Министерства здравоохранения о диспансеризации, я даже не представлял. И когда он вышел в 2012 году, у нас многие медицинские работники просто даже не представляли, с каким объемом работы им придется столкнуться. Очень правильный вопрос. Но вот мы с вами до передачи говорили, что вы тоже проходили диспансеризацию. Вы видели эту анкету? Я тоже видел эту анкету. Заполнял. И даже на ее заполнение надо потратить порядка 15 минут, чтобы что-то вспомнить, какие-то генетические наследственные вещи, что вы употребляете, как, когда, нарушаете ли вы режим сна, отдыха, что вы принимаете, имеется в виду, много ли едите сладкого и так далее. То есть там, по-моему, там просто нет какого-то направления нашего общепринятого жизненного уклада, который бы был не отражен в этой анкете. Поэтому, ну... Это не претензия, она просто хочет понять, что же такое диспансеризация, вот она вот говорит, я так и не поняла. Поэтому она очень вовремя нам задала этот вопрос, потому что мы тоже хотим это узнать, что же такое диспансеризация, главная идея. Вот если мы проговорили о профилактике, то есть это целое направление, это комплекс всех мероприятий, мы говорим, не только медицинских, то диспансеризация это как раз чисто медицинская технология, это метод работы, такой проводничковый, непосредственно созданный для предупреждения, о чем мы уже говорили, факторов риска, которые способствуют распространению заболеваний и в конечном итоге, как самый худший итог смертности населения. Поэтому основное направление в диспансеризации делается как раз на эти заболевания. Самое распространенное это сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, онкологические заболевания. Что касается человеческого понимания, что же это такое, здесь, наверное, стоит, может быть, окунуться в механизм проведения всего этого, опять же говорю, с чисто человеческой точки зрения. Вот человек захотел пройти диспансеризацию, я сегодня услышал, посмотрел передачу и обращаюсь в поликлинику. Самое главное, чтобы народ понимал, что это абсолютно не связано ни с какими платными услугами, это совершенно бесплатно. Человек должен просто оборотиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту своего жительства, будь то амбулатория, будь то поликлиника, где он придет в регистратуру и сразу в регистратуре, либо дежурный администратор, либо в колл-центре, как теперь у нас называются, первое, с чем сталкивается человек в поликлинике, его направляют в отдел, в отделение профилактики. А давайте вы, Виктор Петрович, извините, я вас перебью, мы сейчас не будем прям вот тонкости вот этих рассказов, мы посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент. Откомментировать. Да, а потом, когда вы посмотрите, мы тогда, вы уже дополните его, хорошо? Уже тогда будет ясно, что там сказано, уже мы будем знать. Хорошо. 21 числа у нас единый день диспансеризации, к этому дню и снимался наш сюжет. 19 числа. Ой, 19-го. Да, 19-го. В 2013 году в Подмосковье, как и по всей России, началась всеобщая диспансеризация взрослого населения. Возможность проверить свое здоровье предоставлена каждому гражданину Российской Федерации по месту его прикрепления на медицинское обслуживание. Все услуги, связанные с прохождением диспансеризации, бесплатны. Основной акцент делается на выявлении факторов риска сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета. После обследования и анализа результатов, при выявлении отклонений, пациент направляется к узким специалистам. Достаточно много было таких пациентов, достаточно много было выявлено и приглашено в дальнейшем на обследование, и выявлены серьезные заболевания, онкологические заболевания. И своевременное принятие мер лечебных, конечно, предупреждает развитие дальнейшего заболевания и продление жизни больному, и улучшение качества жизни его. Для удобства жителей в 2016 году стартовала губернаторская программа «Единого дня диспансеризации», днем которого в Ленинском районе станет суббота, 19 марта. Поликлиника будет работать с 9 часов до 18, приглашаем население. Будут работать все службы, которые входят в диспансеризацию, лаборатория, маммография, флюорография, кабинет УЗИ. Эти кабинеты будут работать до 14 часов, терапевт будет проводить обследование до 18 часов. В соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий. Рабочий же, в свою очередь, должен заранее оповестить своего работодателя. Так что хочется еще раз напомнить жителям Ленинского района, что 19 марта в Возрослой поликлинике города Видное в единый день диспансеризации с 9 часов утра до 18 вас ждут. Справки по телефону 8-495-541-4001. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ. Итак, 19 марта у нас в субботу будет единый день диспансеризации. Как много человек вообще предполагается в этот день пройдут эту диспансеризацию? И кто эти люди будут? Коллективы, которые уже заранее, может быть, договорились, что они придут? Или отдельные люди сами по себе? Как это будет? Ну, главная цель этой акции, которую объявил губернатор нашей области Андрей Юрьевич Воробьев, конечно, не количество пациентов. Главное – качество. Мы регулярно отслеживаем ситуацию о претензиях, о жалобах, которые высказывают порой наши пациенты. И нам действительно бывает трудно. Почему это сделано в субботу? Вот вы мне задали вопрос перед нашим коротким сюжетом, несколько прокомментировать. Это, конечно, было сказано о конкретном дне. У нас будет за год четыре дня таких, единый день диспансеризации. Когда, ну, во-первых, люди, они достаточно свободны, не загружены работой. И, естественно, в поликлиниках врачи, они в большей степени освобождены от того потока пациентов, которые приходят к нам по обращаемости. Поэтому мы, естественно, исходили прежде всего не от того, чтобы охватить огромное количество населения, а чтобы это было прежде всего без претензий. То есть у нас будет работать пять докторов. Значит, примерно от среднего норматива нагрузки по пять человек примерно в час мы исходили. И сколько мы можем принять. Соответственно, столько будет сидеть медицинских сестер, которые будут помогать заполнять те же самые анкеты, чтобы не отвлекать на это докторов. Все, естественно, специализированные методы обследования. Это лаборатория, это снятие КГ, то есть функциональная диагностика, УЗИ-диагностика, флюорография, маммография, лабораторные исследования, взять кровь. То есть соблюсти полную поточность, и чтобы у каждого кабинета, куда обратится пациент, не было у нас никакого столпотворения. Поэтому мы планируем в наших планах принять порядка 450 человек. Это будут, очень вы правильный вопрос задали, будут ли это организованные коллективы, это будут наши жители, просто район, который в субботу у кого-то будет выходной день. Это будут и те, и другие. И что мне особо приятно, что вот сегодня я был в поликлинике, проводил рабочее совещание, готовясь к этому единому дню диспансеризацию, значительно повысилась активность. То есть тот ролик, который прогоняли, ту информационную агитацию, которую проводим мы, то есть по сравнению с другим, ведь у нас по сути, мы каждую субботу работаем, в том числе и на диспансеризацию. Просто это такой активный день специально, который пропагандировался среди населения. Но в сравнении с другими днями активность населения повысилась значительно. Нам это очень приятно. Ведь вообще принцип и суть профилактики, профилактики вообще в целом, это самое главное пробудить активность самого населения, самого человека, чтобы он понял, что раз в три года он должен сам отслеживать и смотреть. Видя результаты диспансеризации, сравнивать. Я вот, может быть, углублюсь, чтобы просто, даже это не механизм, механизм он будет понятен. Любой человек, который попадет в поликлинику, ему обязательно помогут. У нас будет маршрутизация, будут ответственные люди, которые отведут и доведут до кабинета. Но в целом вообще существует несколько групп. Вот когда мы провели диспансеризацию человек, вот вы пришли, я пришел, меня обязательно отнесут к какой-то группе. Их существует пять групп. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это возрастные группы? Нет, это не возрастные группы, это группы по состоянию здоровья. От наличия заболевания, факторов риска и так далее. И оно идет по возрастающей. Первая группа, она так называется, совершенно здоровые люди. То есть я пришел, мне ничего не болит, я ничего не жалуюсь. Когда я заполняю анкету, у меня нет факторов риска. Я не пью, не курю, хорошая физическая активность, у меня не бывают периодические боли. Да, я периодически простужаюсь, как все люди. Меня относят к первой группе. Минимум врачей сразу. Совершенно справедливо. И соответствующий комплекс обследования. Для каждой и возрастной группы, и в зависимости, какие факторы риска вы насобирали. Вторая группа, она уже чуть выше, это люди, которые имеют определенные факторы риска. Они чаще болеют респираторными заболеваниями, кто-то курящий, кто-то пьющий, кто-то действительно имеет избыточную массу тела, кто-то питается нерегулярно и так далее. Вот и вторая группа. А вот третья группа, четвертая и пятая, это те люди, которые имеют уже хронические заболевания. Другое дело, в какой стадии они находятся. Если третья группа, они, это категория людей, которые могут быть, вернее не могут, а они регулируются данные заболевания в амбулаторных условиях. Четвертая группа в стационарных условиях. И пятая группа, это люди, выявили заболевания уже в крайней степени, которые требуют специализированной медицинской помощи в каких-то высокотехнологичных медицинских клиниках. И суть-то как раз диспансеризации, суть в государственном масштабе и в общечеловеческом, переход из ниже стоящей группы в вышестоящую. То есть, если я пришел на диспансеризацию сегодня, мне присвоили как человеку, не пьющему, не курящему, но имеющему некоторые факторы риска, я нахожусь во второй группе. Я должен приложить массу усилий при помощи врачей, чтобы меня перевели в первую группу. Часто такое случается? Я должен бороться, конечно. И более того, я вам, если говорить о статистике какой-то, ведь мы регулярно подводим итог нашей работы из года в год. И что может быть самое приятное, ведь диспансеризация у нас в 2012 году был принят закон, и диспансеризация у нас идет уже в 2013, 2014, 2015 годы. Мы видим определенную статистику какую-то накопленную. И вот как раз по первой группе у нас идет увеличение количества людей в первой группе. Если в 2013 году у нас было 36%, то на сегодняшний момент этот процент возрос на 2015 год до 44%. А может это от того, что, например, вот смотрите, в 2012-2013 эти люди, в основном здоровые, они считали, что зачем им вообще проходить эту диспансеризацию, а вот в прошлом году, в 2015, они уже более осознанно подошли? Ну, определенная случайность и количество выборки, конечно, есть факторы, способствующие какой-то презентативности или непрезентативности данного исследования. Но тем не менее, это факт, ведь ту кривую, которую мы прослеживаем, она же не носит вот такой вот скачкообразный характер. Она действительно носит волнообразный характер движения вверх. То есть переходят вверх 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 вверх. А третья группа, напротив, с 2013 года до 2015, она снизилась с 60% до 43%. Ну, все-таки, вот о том, о чем я сказала, сознательность же увеличивается, просыпается в людях, привыкает? Ну, наверное, для этого, если говорить о каких-то выводах, да, о тенденциях, то тут, конечно, надо проводить какое-то научное исследование, посмотреть. Это может быть даже, правильно вы сказали, какое-то анкетирование населения. Потому что это действительно интересно. Вот если каждый этим будет заниматься, не просто, как, знаете, обузу воспринимать. Ах, там, допустим, работаешь ты на предприятии, тебе говорят, там, работодатель, иди ты на диспансеризацию, кто-то кого-то заставляет. Вообще, вот, когда я сегодня шел на программу, я себя хотел представить даже в роли какого-то проповедника. Вот, честное слово, вот в пост об этом можно сказать. Правда, потому что мне очень хочется, чтобы, может быть, народ в большей степени проникся собственной ответственностью за состояние своего здоровья. Не показывая, что мы куда-то попасть не можем. Если даже и такое случается, вот, по-моему, все силы надо пускать на преодолевание этого. Надо попасть, надо обязательно провериться и самому контролировать последовательность своих действий. Если человек находится в третьей группе, где ему уже предписан определенный набор специализированных видов медицинской, он должен пролечиться в стационаре. Он должен быть обследован определенными группами специалистов, там, неврологом, кардиологом и так далее. Какие вообще предполагаются, например, вообще исследования? То есть, все возможные или какие-то конкретные? Например, вот, ну, я помню, когда я проходила, да, но, видимо, я еще достаточно здоровый человек. У меня было не так много, ну, как вот, как женщина-момография, да, анализы все, флюорография, это понятно, сердце проверили, и, ну, по большому счету, все. Нет, совершенно справедливо, да, да. Как много вообще исследований? Нет, всего, вот, я с собой даже специально, знаете, как рояль в кустах. Это что такое? Это замечательный документ, наверное, главный документ, итоговый документ этого слова диспансеризация, который называется паспорт здоровья, значит, который должен быть у каждого человека, когда он закончил диспансеризацию. Получается, раз в три года можно получать, это раз в три года диспансеризация? Нет, он выдается один, ну, знаете, по мере износа на всю жизнь, потому что здесь, совершенно справедливо, здесь по годам, по датам разбито, в таком-то году вы прошли, вам заносится в следующем году, через три года вы прошли, допустим, вы проходите сегодня 16-й, следующий год 19-й, и здесь как раз дан весь перечень тех исследований, которые проводятся, это рост, вес, частота сердечных сокращений, артериальное давление, которое вы потом, по истечении лет, когда вы сегодня молода и красива, а когда вам будет за 98, вы посмотрите, о-о-о-о, а в 2016-м у меня сердцебиение было гораздо ритмичнее. Я сама тоже занималась работой над сюжетом по диспансеризации, это было летом, правда, и тогда, я помню, доктор сказала, что выявляются случаи конкретные, например, и онкологии, да, еще как-то, то есть человек даже не подозревал. Вот как много таких случаев, ведь ради этого диспансеризация во многом и проводится. Не побоюсь высокого слова, ради этого стоит жить, да? Нет, это действительно, ведь все, о чем мы с вами говорили до этого, все и сосредоточено на этом, чтобы выявить, и вот все боятся, вот вы назвали, наверное, самое страшное, вот любого человека спроси, Что ты боишься из-за болевания? Все скажут рак, да? Не скажут онкология, не скажут какого-то научного слова, а есть в народе такое вот обиходное слово рак, страшное, черное, ужасное, и звучит оно как приговор, а это не приговор, это давно уже не приговор. Любые раки в первой, второй стадии, они прекрасно лечатся, есть комплексные исследования, химиотерапия, радиолечение, хирургический метод лечения, и в любой локализации, если мы застанем, для этого и проводятся любые профилактические методы, диспансерные в том числе, когда мы проведем УЗИ, Ведь мы, то, о чем мы сейчас говорили, это первый этап диспансеризации, вот с этим перечнем, о котором мы сказали, да, определенный анализ крови, я, может быть, не до конца ответил на вопрос, когда мы говорили, каждой категории возрастной, к примеру, мужчинам за 50 лет, если до 50, то не показаны исследования крови, там, на ПСА, на онкомаркеры, на настороженность, на онкологическую, после этого возраста уже показано. Поэтому, выявляя эти заболевания, и вот это количество, человек, когда выявил, и есть определенные уже конкретные данные, лабораторные или функциональные диагностики, или любые другие, людей, например, направляют на второй этап, где уже ему, возможно, нужна эндоскопия, возможно, нужно осмотр какого-то другого специалиста, там, гастроскопия, колоноскопия и так далее. И там уже вот выявляются конкретные заболевания, и направляются, ведь диспансеризация, это, если сказать научным языком, это активное наблюдение. То есть, человека выявляют, ведут, ведут его, не просто наблюдают, что ты там болеешь и болей, а как раз по всем ступенькам, как мы говорили, от поликлиники, а если человек в пятой группе, до высоких технологий лечения, его ведут, и, соответственно, принимают все необходимые меры для его излечения. — А вот такой вопрос, с какого вообще возраста диспансеризация? Человек должен проходить самый минимальный возраст. — Возвращаемся к началу технологий. — Да, 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 вот потому что я сейчас просто подумала, ну и болезни молодеют, в общем-то, но у детей-то нет этого. Есть, кроме разговоров, еще и правовая основа всего этого процесса, это обозначено приказом Министерства здравоохранения, как я уже упоминал о котором, и возрастная категория, начало диспансеризации с 21 года. — И затем через каждые три года, я сейчас как бы, я от себя ориентируюсь, я, может быть, сейчас не скажу каждому, сейчас какой год подходит, но я точно знаю, что 62-й год, год моего рождения, это как раз нынешний год, это год диспансеризации. — Предыдущий раз я проходил как раз в 13-м году, следующий год диспансеризации моей возрастной группы будет в 19-м. — То есть если на три делятся, говорят, возраст? — Совершенно справедливо, да. Но это не значит, что на следующий год, если вас что-то беспокоит, вы не должны приходить. Кроме диспансеризации, еще существуют и профосмотры, которые отличаются от диспансеризации более суженным набором медицинских исследований. То есть, допустим, не вся кровь, там, биохимия по конкретному набору, а более суженная. Но она точно так же позволяет выявить, вернее, выявить у пациента и определенную вызвать настороженность у доктора. — Вот я прошла диспансеризацию, но вот как-то я, видимо, не особо обратила на это внимание, вообще забыла, прошла и забыла. — Результаты не получилось сегодня, допустим. Вот, наверное, такие же, как и я тоже есть. Могут получить сегодня эти результаты где-то? Они где-то хранятся или как? — Конечно, безусловно, результаты хранятся, результаты хранятся и в компьютерной базе. И обязательно, как я показал, паспорт здоровья, но он не выдается в день диспансеризации на руки. Потому что, во-первых, надо получить полностью, мы не получим сегодняшнего метода анализа крови. И после того, даже когда он получен, ведь для этого и проводится не разными специалистами диспансеризация, а есть наконечник, конкретно врач, врач-терапевт, который уже направляет туда, туда, туда. Он собирает всю эту информативную базу от всех факторов риска, значит, он предполагает что-то, надо ли зауживать дополнительные методы исследования. Все это заносится вот и в такой вид, в том числе и на бумажном носителе. И с чем человек, по сути, идет по жизни. Он смотрит и итогом вот этого паспорта здоровья, просто даже для наглядности могу показать, значит, кроме специалистов, которые есть, здесь идет заключение рекомендации. То есть, что необходимо делать, вот о чем мы говорим. Если у вас есть, вы во второй группе, у вас факторы риска, доктор прописывает вам, значит, необходимо корректировать диету. Необходимо бороться с лишним весом, необходимо меньше бывать в холодном воздухе, если у вас бронхиты какие-то и так далее. То есть, каждый по-своему. И если это, ну, это я говорю самое минимум. Если у человека, как мы говорим, какие-то хронические более тяжелые заболевания, то здесь прописываются рекомендации лечения в стационаре, проведения дополнительных процедур и так далее. То есть, самое главное, чтобы человек должен понимать, что это не разовая акция. Тебя пригласили или ты сам пришел и это забылось. Еще раз говорю, личный контроль, это должен контролировать ваш участковой терапевт. Именно для этого и построено не какой-то урывочный, вот какой-то разовый подход, а именно это государственная программа. Она обозначена как государственная программа. Если вот окунуться в историю, все мы родом из Советского Союза, но не все имеется в виду более старшее поколение. Тогда неоднократно диспансеризации были подходы. И, наверное, это единственная страна в мире, Советский Союз, где говорилось о всеобщей, даже была программа государственная, тоже партия коммунистическая тогда подписывала именно о всеобщей диспансеризации населения. Но именно опыт тех лет показал, что взять и продекларировать возможность чего-то, но не сделать, это проще всего. Поэтому более вздумчива сейчас именно диспансеризация определенных групп населения. Так и звучит приказ, потому что ни сил, ни средств, в том числе и у здравоохранения, у медицинских работников, наверное, не хватит для того, чтобы все население взять и охватить. Именно с тем объемом исследований, которые потребны для этого. Потому что, еще раз повторяю, можно декларировать, давайте сделаем, но за этим стоят временные затраты, трудозатраты, но и материальные, безусловно. Это серьезный, емкий, финансово емкий, такой глубокий механизм работы здравоохранения. А вот такой вопрос, например, район-то у нас большой, у нас диспансеризация приходит в наши поликлиники только или по поселениям? Как вообще? Там, где есть специалисты, ведь она диспансеризация упирается, то, о чем мы говорим, в конкретный перечень медицинских исследований, которые мы можем провести. Если мы часть из них не сделаем, она просто теряет смысл. То есть, ведь они именно сбалансированы так, чтобы выявить конкретное заболевание. И в амбулаториях там тоже проводится как первичный прием, но затем для обследования они все равно направляются к специалистам или на те виды исследования, которые проводятся у нас в поликлинике. И вот возвращаясь, может быть, не возвращаясь, а подводя уже некий итог, у нас осталось минут пять всего. Вот если сравнить три прошедших, три года ведь проходила диспансеризация в нашем районе, можно какой-то итог сделать по выявлению заболеваний, по количеству людей, которые приходят, участвуют в диспансеризации? Я сказал, что мы постоянно анализируем ежегодно ситуацию, более того, мы предоставляем отчеты, она анализируется на областном уровне, сравниваются районы, присваиваются определенные рейтинги. Если говорить о количестве, то из года в год количество населения возрастает. Сейчас Министерством здравоохранения поставлена задача обследовать не менее 22-23% населения. И цифра на 2016 год плановая, у нас 19 тысяч населения, вот конкретных возрастных групп, о которых мы говорим. Это какая часть, 19 тысяч, получается, примерно? Это почти треть взрослого населения, имеется в виду население от 21 года. В предыдущие годы эти цифры были значительно меньше, ну, во-первых, 2013 год он был такой пилотный проект, не с первого дня, мы проработали, по сути, только полугодие. Но главное, это не абсолютное количество людей, плановые цифры, а то, с какими возможностями мы это подходим. А вот процент охвата диспансеризации от плановых цифр у нас ежегодно увеличивается. То есть, вот в прошлом году мы выполнили почти 90% от поставленного самим перед собой и Министерством здравоохранения этого плана. То есть, это очень важно. Что касается выявления самих заболеваний, то, в принципе, эти цифры, как во всей стране, в Московской области, по основным заболеваниям примерно одинаковые. Наибольшее количество выявляемых заболеваний, это эндокринные заболевания. Потому что, как правило, очень распространено у нас такое эндокринное заболевание, как сахарный диабет. И, как правило, люди, иногда доживая даже до седых волос, они даже не подозревают, что они где-то находятся в каком-то пограничном состоянии. А дополнительные методы исследования как раз позволяют поставить этот диагноз и назначать лечение. Второе, а порой и первое место по некоторым годам занимает, безусловно, сердечно-сосудистые заболевания. Но это связано, конечно, с таким распространенным заболеванием, как гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. Третье место занимает болезни глаза, как правило. Они делят этот пьедестал, негативный такой пьедестал, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями позвоночника. Далее идут у нас желудочно-кишечные заболевания, органы дыхания. Ну и с некоторым отставанием, и слава богу, это онкологические заболевания. Но почему, слава богу, ну, наверное, потому что их не так много, но если взять такую серьезную цифру, на мой взгляд, вот в прошлом году по итогам диспансеризации, 27 человек были выявлены, не могу сказать, что все на первой стадии, но на разных стадиях онкологических заболеваний. То есть люди об этом не подозревали, все они направлены на дополнительные специализированные методы обследования и лечения. Поэтому, а что касается самого механизма, если мы говорим о какой-то аналитике, то я уже в начале программы для меня самые хорошие цифры, от которых я действительно ими очень доволен. Дай бог, если это в продолжении та экспонента, о которой я сказал, по снижению третьей группы и повышению первой группы, она будет, эта тенденция сохраняться, значит, это не лавры ни в коем случае медицине и здравоохранению. Это лавры нам, всем людям, которые начали относиться к этому с пониманием, когда люди, когда начинают переполняться наши фитнес-центры. Ведь мы, вот в этих анкетах, есть же абсолютный вот перечень всех негативных факторов. И что, вы думаете, стоит на первом месте? Всех факторов, влияющих отрицательно на наше здоровье. Так что? Это прежде всего факторы питания. Это питание, лишний вес, из-за этого холестерин, из-за этого повышенное артериальное давление, низкая физическая активность. А за этим стоит вот как раз весь тот, я бы сказал, букет сердечно-сосудистых заболеваний, которые в последующем-то уже и дают самый высокий показатель смертности. Ведь есть с чем сравнивать, если у нас сейчас в стране показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний даже за три года диспансеризации снизится порядка 12%. И он у нас сейчас составляет порядка 800 промилле. А в Японии, к примеру, он составляет 200. То есть это в четыре раза меньше. Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. И динамика такая есть. Виктор Петрович, у нас одна минуточка буквально осталась. Я предлагаю вам еще раз призвать горожан, жителей района на диспансеризацию 19-го числа. Дорогие наши жители, не только 19-го. Единый день диспансеризации будет проходить четыре раза в году. 19-е число марта – это первый день. Еще у нас будет день диспансеризации 4-го июня, 20-го августа, 3-го декабря. Пожалуйста, приходите. Мы максимально готовились к этому событию. И надеемся, что ваша активность и наше сердечное и доброе отношение, наше старание позволят всем нам приблизиться к главному итогу – сохранению нашего здоровья. Всех вам благ, всего вам самого доброго. Приходите к нам в субботу. Мы очень будем вас ждать и рады будем вас видеть. Спасибо вам большое за интересную беседу. Вам спасибо. Всех вам самого доброго. До свидания.